По поводу создания временных следственных комиссий, так называемых региональных, для расследования деятельности органов местного самоуправления. Что вы об этом знаете вообще? Зачем такие комиссии создаются? У нас каждый народный депутат – это субъект законодательной инициативы, и он имеет право с коллегами осуществлять парламентский контроль. Я, например, зарегистрировал постановление, которое предусматривает расследование всех фактов, по моему мнению, хищения денежных средств на Шулявском мосту. Потому что вы все знаете, как ездили люди, по три часа сюда в центр, на работу, и после того, когда был выделен, фактически и распилен миллиард, миллиард – это беспрецедентная абсолютно сумма, можно было бы три моста таких построить, нет фактически окончания работ по данному мосту. Это абсолютно ненормальная ситуация, и деньги, которые были выделены, они были использованы целевым способом. Во-первых, я направил депутатское обращение. Почему это все случилось? Почему я решил создать следственную комиссию? Во-первых, в ответ на депутатское обращение они написали, что они выделили несколько сотен миллионов гривен сразу, и отправили авансом какому-то застройщику непонятному, какой-то компании полуэффективной, потому что в тот момент были дорогие строительные материалы. Это ответ адекватный. То есть это подпись Кличка есть, он фактически задокументировал. Потом второе, почему они не достроили в конце мост, потому что он еще хуже сейчас, чем советский. Да, там нет ни развязок, ничего нет. То есть потому что они не знали, в тот момент, когда закладывали проект, что существует цех номер пять, то есть завода «Большевик». Ну это вообще полный абсурд. То есть на самом начале, когда закладывался проект, было прямо по проекту вхождение моста в стены данного цеха номер пять, завода «Большевик». То есть это, ну как можно, как вообще проектная документация, каким образом разрабатывалось, я знаю, я точно уверен, что это преступная халатность, раз. И второе, это однозначно факты разворовывания денег в жизни. Потому что после того, когда, и третье, да, после того, когда уже мост якобы был введен, вы помните, Кличко проехал там в костюме Санта-Клауса, открыл, но это была открыта строительная площадка, однозначно. То есть нельзя было в таком виде открывать, потому что бетонные сваи, да, согласно технологии, они должны выставиться были еще несколько месяцев. Но Кличко нужно было показать для пиар-повода, то, что он выполнил обещание перед киевлянами. И вы видите, если вы обратили внимание, уже обратили многие журналисты и коллеги, эксперты, то, что мост пошел волнами. Это значит, что он разбалансирован. Он мог в тот момент рухнуть. Я знаю, что уже создана соответствующая комиссия при ДАПе, которая расследует этот вопрос. Я обратился в Государственное бюро расследований, чтобы расследовали данный вопрос. Это точно ненормально. Вести, сначала, во-первых, объявить тендер, отдать деньги эффективной компании, вести строительную площадку фактически в пользование, я даже в эксплуатацию не могу назвать, и при этом еще разворовать деньги. Вот это и есть то, чем должен заниматься, в первую очередь, парламент. Осуществлять парламентский контроль. Эти комиссии, они будут из народных депутатов, правильно? Конечно, но это из народных депутатов, и у нас сейчас согласно изменениям в закон, у нас расширены полномочия. Мы можем собирать материалы, мы можем вызывать непосредственно представителей органов местного самоуправления, тех, кто принимали решения, представителей правоохранительных органов, потому что дело в ДБР, по моему заявлению, есть, но оно стоит на месте, ничего не расследуется. Поэтому это как инструмент парламентского контроля. Если на наше обращение депутатов не реагируют, значит, мы должны со своей стороны сделать все для того, чтобы в Украине наступала справедливость. У киевской общины, у киевской территориальной общины украден миллиард гривен, больше миллиарда, но никто за это не понес ответственность. Зато мы видели смс-ки, как Макатас пореписывается, то, что я купил там Ламборгини, да, новую за 300 тысяч долларов, я там купил Бентли, да еще что-то, тому перенесли, передай тому, передай тому пачку конверт, передай тому 100 тысяч долларов, тому 200 тысяч долларов. То есть это все всплыло на поверхность, и должны мы точно в Киеве поставить в этом точку вопроса. А как вы считаете, создание таких комиссий не приведет к новому витку противостояния вот так называемой партии мэров, о которой сейчас слухи ходят, против центральной власти? Я думаю, что вообще как явление партии мэров, она каким-то образом, это даст какие-то дополнительные им возможности противостояния. Они будут создавать сами инфоповоды. Вот, как видите, как мэр Черкасс, он создал инфоповод, и я вижу в этом в том числе и часть, наверное, все-таки преступления, если с юридической точки зрения говорить. Я согласен с тем, что нужно выходить из карантина, что нужно поддержать малых предпринимателей, но у нас не федеративное устройство нашей страны. То есть у нас все должны жить по одному закону, и постановление, оно было в тот момент, и сейчас оно действующее, кабинет министров. И все должны выполнять. А завтра они решат, что у них норма уголовного кодекса не действует, или какой-то закон избирательный. Эту статью мы считаем, что нужно исполнять, а другую статью не нужно исполнять. Это точно ненормальный подход, и мы должны жить в унитарной стране все по одним законам. И тогда, я, кстати, акцентировал на одном из эфиров внимания, мы общались с мэром Черкас, и я сказал тогда в тот момент, что вы же общались с офисом президента, вы общались с кабинетом министров. В чем проблема? Почему вы не озвучили свои предложения, не прокоммуницировали и решили сделать так, как вам захотелось? Он не ответил на этот вопрос. Потому что действительно, Ермак, он первый глава офиса президента, администрации президента, который впервые выслушал всех мэров городов. То есть он сказал, а сейчас вы скажете первое, потом мы подведем итог, решим, как дальше действовать. Раньше просто спускали, была вертикаль такая, то, что требовали от ее органов местного самоуправления. Сейчас с ними общаются, как с разназначными партнерами. А то, что такие заявления есть, это просто следствие того, что скоро выборы у нас в ближайшее время будут. Пытаются получить электоральные какие-то бонусы мэры на противостояние, на узнаваемости. Кто знал мэра Черкаса до этого? Сейчас он по всем топовым каналам, фейсбукам, взяли у него интервью все средства массовой информации, телеграм-каналы топовые, самые ключевые. Тем образом он получил себе дополнительную узнавайс. Возможно, я не исключаю, что и будет создана партия мэров, но как явление я сомневаюсь в том, что будет эта объективная партия. То есть это может быть политическим проектом, но не политической партией. Потому что я сомневаюсь, какая будет титологическая основа у мэра Львова с Донецкой области, допустим, Днепроветровска, Харьковской и Киева. То есть какая будет идеологическая платформа их все-таки объединять. Если это усиление органов местного самоправления, децентрализация, пожалуйста. Но это не будет партией, это будет политическим проектом очередным. Но смотрите, все-таки, тем не менее, вот эта следственная комиссия, она не приведет к тому, что мэры будут объединять центральную власть давлений на регионы и таким образом как бы... Я не думаю, что вообще это как-то повлияет на то, будут ли они говорить о давлении или нет. Во время выборов все оппозиционные мэры будут говорить, что на них оказывают давление. Так само, как было и с выплатами для медиков. Когда центральный орган власти, он выделил местные органы, они там задержали где-то по дороге специально, путем абсолютно манипулятивным каким-то, и потом сказали, что нам не перетислить деньги, и мы боремся за это, и потом мы бы добились это все-таки, чтобы нам перетислили эти деньги. То есть это все игра, понимаете, это все политические абсолютно вещи, и, к сожалению, у нас органы местного самоуправления, они политизированы. То есть они тоже играют в политику, и мэры моих городов играют в политику, и министры у нас играют в политику. Они не должны заниматься, это должны быть местное самоуправление, это должны быть все-таки люди, которые созидатели, строители, хозяйственники, да. Ну и второе, это кабмин, это должны быть все-таки управленцы, те, которые управляют индустрией. У нас превращается в политика, у нас люди живут в фейсбуках и забывают, что у них мусор в городе, у них разбитые дороги. Вот пойдите сейчас по парку здесь, пройдитесь, посмотрите, в каком состоянии Марининский, это центральный наш парк. Здесь не убираются, газоны не косятся. Если взять Майдан, посмотрите, это лицо нашей страны, вся разбитая плитка, какие-то стоят непонятные железные конструкции. То есть как человек будет инвестировать в нашу страну, который приезжает в страну, то есть он видит, что у нас разбитая плитка на центральной ладке на дорогах. То есть это все нужно привести в порядок и не смогли за 5 лет привести в порядок. Хотя выделялись деньги на это, проводились конкурсы, но никто ничего не сделал. Вы уже после своих заявлений, что вы не собираетесь баллотироваться в Майры Киева, все-таки начали проявлять немалые интересы? Я не говорил, что я не собираюсь, я говорил, что я планирую на данном этапе только принять участие в внутреннем праймере зепартийном. Ага, все-таки будете принимать, да? По замерам, которые проводили наши, я так понимаю, по внутренней социологии, у меня есть довольно неплохие шансы победить в этом праймере. То есть уже дальше будет все-таки партия принимать решение, кого выгибнуть в каком городе. Но вы как бы готовы, да? Если мне партия это предложит, тогда я пойду в любом случае бороться за то, чтобы у нас Киев нормально развивался и не разборовались деньги. Потому что я считаю, что Кличка нужно вообще посадить за те все действия, которые он сознательно либо бессознательно делал. Потому что все его окружение, оно стало миллиардерами, разворовывался Киев, разворовывалась наша столица. То есть и во многом он, я не спорю, он не знал даже, по моей информации. Он много не знал, потому что он доверял людям, которые возле него находятся. Но это тоже, и незнание это тоже преступление. Потому что есть в законе написано, есть лучи на деяльность, есть лучи на бездеяльность. Так вот бездействие это тоже преступление. Я считаю, что он часть всех преступлений, которые произошли в городе Киеве. У меня куча есть фактов, когда требовали взятки. Допустим, я вот завтра встречаюсь с китайской корпорацией, которая хотела построить три станции метро в Киеве. То есть им не дали построить, они просто хотели по договорам определенных условий за свои деньги построить три станции метро. Но им отказали, потому что они не дали взятку. То есть это точно ненормальный подход. И Кличко, кстати, единственный мэр, который не построил ни одной станции метро. То есть, как писали в средствах класса информации, у нас появилась новая станция метро. Но это станция Петровка на другую переименовали и все. В связи с декоммунизацией. Большого ничего не сделают. То есть парки, скверы у нас в запущенном состоянии. То есть инфраструктура транспортная в запущенном состоянии. Люди едут по три, по четыре часа на работу в одну сторону, как вроде мы где-то в Нью-Йорке живем или в какой-то многомиллионном городе. То есть все, можно это все наладить. То есть они захотели, это не сделали, потому что деньги и сферы интересов были разделены. Это нужно прекратить точно в Киеве. Спасибо.